Добрый день, дорогие друзья! Вы на телеканале «Евтон ТВ», программа «Тема дня», меня зовут Александр Вальдман. Украина отпраздновала День Достоинства и Свободы, который отмечают ежегодно 21 ноября в честь начала двух революций, оранжевые в 2004 году и революции достоинства 2013 года. С нами на связи из Киева известный украинский политолог Валентин Гайдаев. Валентин, рад приветствовать вас. Добрый день! Да, взаимно добрый день! Добрый день! Ну, с прошедшим праздником для начала. Да, а теперь... Но мы еще поговорим об этом празднике. Для начала цитата из вашего поста в Фейсбуке. Цитирую. Правда о преступлениях на Майдане нужна не только для восстановления справедливости и гарантирования права всех граждан на плюрализм мнений. Без правды о Майдане мы не сможем двигаться вперед. Новые дороги, мосты, поезда – это все хорошо, но если общество не сделает работу над ошибками и не поймет, какой чудовищный обман был совершен 8 лет назад, мы обречены на повторение похожих сценариев в будущем. Речь идет не о каком-то бытовом обмане или невыполнении обещаниях политиков из серии «проложить новый асфальт». Речь идет о беспреувеличении к катастрофе общенационального масштаба, потере субъектности, полиализации общества, остром социальном, экономическом и политическом кризисе. И далее. «Страна должна протрезветь». Этой фразой вы заканчиваете свой пост. У меня к вам сразу вопрос, Валентин. От чего страна должна протрезветь? От «достоинства и свободы» я беру в кавычки, в трактовке Порубиев, Турчиновых, Яценюков, еще там, я не знаю кого, или от «Прощая немытая Россия» в исполнении Порошенко. От чего протрезветь? Спасибо. Вот есть такая песня, там, правда, про Россию после 1917 года. Там «Кровавая хмельная, да, страна моя родная». Да, именно протрезветь, и вы спрашиваете, от чего мы должны протрезветь, мы украинцы, да, пережившие 8 лет назад события, которые кто-то называет революцией достоинства, а кто-то и госпереворотом, а кто-то, может быть, просто Майданом без каких-то, знаете, четких маркеров. Вот три этих взгляда на Майдан, на события в 80-й давности, они имеют право на существование, действительно. Но вы видите, что у нас все эти годы после Майдана доминирует только одна точка зрения, что это революция достоинства и никак иначе, что преступление совершал только Беркут, или сотрудники милиции, или власть Януковича, но никак не майдановцы, никак не лидеры Майдана, которые подстрекали. Собственно, нам надо и от этой точки зрения протрезветь. То бишь, кто хочет так считать, пусть считает. Это его право чтить Героев Небесной Сотни, или считать Беркутовцев убийцами и палачами, или Януковича кровавым диктатором. Пожалуйста. Нам Конституция гарантирует свободу слова и плюрализм мнений. Но, извините, если у нас не будет пробита эта информационная брешь, и каждый человек свободно не сможет выражать свою точку зрения касаемо этих и других некоторых событий, которые были и на Донбассе, например, и продолжаются, или событий более поздних, например, периодов Кировой войны, то, конечно, мы не сможем нормально как общество существовать. То есть я же почему-то привел в пример те дороги, которые строятся в рамках большой стройки президента, или там новые поезда, которые сейчас запускаются, или мосты. Это, конечно, все так. Мы все это можем посмотреть, действительно. Это есть, это не макеты. Но понимаете, ведь что произошло 8 лет назад? По сути, мы из, возможно, слабой страны, слабого государства, стали, по сути, полностью управляемыми внешне. Если раньше мы ориентировались, то иногда на Запад, то иногда на Восток, на Россию, то были моменты, как, например, при Кучме и на Запад, и на Восток, ему удавалось вот эта политика сидеть на двух, даже, может быть, трех стульях. Но сейчас мы не просто ориентируемся на Запад, на Штат или на Европу, мы являемся, по сути, управляемыми политиками этих стран, финансово-промышленными группами этих стран, которые лоббируют здесь свои интересы, свою выгоду, свои товары-услуги. А политики здесь реализуют те или иные направления в медицине, экономике, в реформировании судов, полиции. Извините, о каком успехе мы можем говорить, если у нас решаются ключевые, а, возможно, даже и не ключевые вопросы, в посольствах США или посольствах стран Большой Семерки? Какую вакцину покупать? Какое должно быть программное обеспечение? Какие контракты и с кем заключать? Или кому передавать наши предприятия в аренду или продавать их акции? Извините, пожалуйста, мы должны сами разобраться с тем, куда нам идти, каким курсом. Поэтому и от этого тоже надо протрезветь. Протрезветь от беспредела, который породил Майдан, от безнаказанности. Потому что после Майдана на улицах, а потом и в учреждениях, и даже в парламенте, появилась целая плеяда различных активистов, различных деятелей революции, которые, слово-таки, навязывали только одну точку зрения, и не просто навязывали, знаете, в каких-то спорах, например, или дискуссиях, а иногда и силой. Вспомните мусорные иллюстрации, когда, по сути, банды радикалов бросали в контейнеры всех несогласных, в частности, или журналистов, или депутатов, или каких-то публичных людей. Вспомните убийства Олеся Бузвины, вспомните другие резонансные преступления, которые у нас были совершены после Майдана, да и на Майдане тоже. И от этого надо протрезветь. Мы не можем жить полноценно нормально, если у нас до сих пор не наказаны и не расследованы дела на Майдане в контексте самих майдановцев, самих лидеров Майдана. То, что сейчас у нас есть новый импульс расследований этих событий восьмилетней давности, это хорошо. И вот заявляют, что уже установлено, что Янукович созванивался больше десяти раз с Путиным в момент расстрела майдановцев. Это, конечно, важный момент. Конечно, его можно приобщить к делу. Но если мы не будем расследовать, кто убивал майдановцев и милиционеров, в частности, беркутовцев, кто захватывал здание, откуда было оружие на Майдане, кто за этим стоял, мы не сможем дальше нормально жить, потому что действительно, вы процитировали правильно мой пост, украинцев будут обманывать все дальше и дальше. Потому что ведь есть миллионы украинцев, которые до сих пор свято верят, что это какие-то были правильные совершения. Я и начал свое выступление сегодня со слов, что они имеют право на такую точку зрения, но они должны тоже увидеть всю объективную картину. Не только что Янукович убежал, но и то, что, например, депутаты приняли незаконное решение о его отстранении, нарушении статьи 111 Конституции. должны узнать правду, кто действительно стрелял, откуда, я как уже сказал, было это оружие и боеприпасы на Майдане. И что майдановцы, это далеко не только студенты или просто отверженные какие-то люди, которые шли на подпули с панерными щитами и касками, а это еще и по сути вооруженные группировки, хорошо обученные, которые знали, как захватывать здание, с чего начинать, куда бросать коктейли Молотова, как стрелять. Катапульты сооружали. Вы, Александр, умеете из палок катапульту соорудить? Я думаю, что нет. И я тоже. А они сооружали. То есть они были подготовлены. Вот это мы должны все узнать, потому что постоянно тогда людей будут обманывать и вести на новые баррикады и на новые жертвы. Да, есть расследование частных блогеров, отдельных средств массовой информации, как украинских, так и неукраинских. Но пока о правде на Майдане не скажут президент, генеральный прокурор, Верховная Рада, суд в конце концов, общество так и будет жить зомбированными просто. И, по сути, как я уже сказал, эта ситуация может повторяться, если не так 100%, то в каких-то ипостасях. Хотел спросить, Валентин, а не сочтите за провокацию, но тем не менее, а нынешняя власть заинтересована в том, чтобы страна, чтобы украинский народ портрезвел? Вы знаете, мне жаль тех людей, которые увидели в Зеленском реальную альтернативу. Мы с вами не первый год, слава богу, знакомы. Вот в декабре будет 4 года, как я уже даю вам комментарии, и очень рад снищать. Мы с вами давно уже обсуждали Зеленского, и вы тоже цитировали и мои выступления, где я говорил, что нет никакой разницы между Порошенко и Зеленским, что это, по сути, выбор между расстрелом и гильотиной. И мне жаль, я повторю, тех украинцев, которые реально поверили в Зеленского как альтернативу. Ведь из чего складывается поддержка того или иного политика? Есть базовый электорат, который голосует за Зеленского, потому что вот он Зеленский, вот мы в него верим, он сможет, вот Голобородько ж смог, и Зеленский сможет. Есть ситуативный электорат, который думает так, в первом туре я проголосую, например, за Вилкула или за Бойко, а во втором, наверное, за Зеленского, чтобы не Порошенко. И есть протестный электорат, который голосует за кого угодно, возможно, даже потенциально за маньяка-потрошителя, но только не за бывшего президента или за предыдущего. Вот из таких вот групп складывается электорат Зеленского. То есть, видите, не все же голосовали за него, как за протест против Порошенко. Многие действительно в нем верили, в его верили и видели в нем ту фигуру, которая способна изменить Украину, вывести, возможно, ее то ли из внешнего управления, то ли, в принципе, придать субъектности. Но не стоит видеть в нем какую-то альтернативу, потому что вот эти все, знаете, эти месседжи, что он, например, не из политики, что он новое лицо, но они как бы, да, они имеют право на жизнь, но они не играют, они, по сути, беспочвенны. Ну и что, что он не из политики и новое лицо? Это не значит, что он не будет продолжать курс, который начал Порошенко, Яценюк, Поруби, Турчинов. Да вы даже посмотрите на его риторику последнего года. Это то же самое, что и говорил тот же Турчинов, тот же Порошенко. Те же самые, скажем так, как у нас сейчас, модно говорить, нарративы. Даже его обращение по поводу Дня Свободы и Достоинства Зеленского, оно почти точно-точно напоминает выступление Порошенко. Единственное, чего не делает сейчас Зеленский еще пока что еще может быть. Это он не бегает с Томасом про автокефалию церкви и не проповедует с Амвона, как Порошенко. Вот это, наверное, хотя бы вот единственное различие. Валентин, хотел зачитать один комментарий к вашему посту, который мы обсуждаем. Там десятки комментариев, но один я для себя выделил. Оксана Кирсенко пишет, заметила следующее. Те, кто сегодня радуются и поздравляют, очень небедные люди. Не буду тыкать на кого именно я сегодня обратил внимание, но я заглянул в их декларацию о доходах, общедоступная информация. И это пипец, товарищи. Если они и до тех пор были, ну скажем так, небедные люди, то сегодня они просто миллионеры. Нехилый они получили дешевт. Такой подъем за несколько лет надо уметь. Вот на их примере я могу понять про праздник и их ликование. Обидно, что достоинством там и не пахнет. Чем громче патриот в кавычках радуется, тем жирнее его тело и масштабнее пункты декларации о доходах. Конец цитаты. На ваш взгляд, это преувеличение или объективная реальность? Ну почему? Это вполне хорошее такое замечание моей подписчицы. Ну а тут я единственное, что внесу некоторую ясность, празднуют искренние и совершенно бедные и даже может быть нищие люди, которых я говорил в первом вопросе, которые до сих пор свято верят в идеалы Майдана и что мы действительно свергли диктатуру Януковича, который нам не давал нормально жить. Ну вот вы же понимаете почему у нас были плохие дороги. Вот это же наверное Янукович не хотел, чтобы у нас были нормальные дороги, да? Ну вот наверное по их логике. Но его нет и видите как мы хорошо живем, у нас появилась свобода, достоинство. Кстати, если надо можем вам отгрузить в Одессе и привезти в Израиль немножко свободы и достоинства. Так что заказывайте. Вот то есть есть и бедные люди. Но смотрите кто в принципе зазывал людей на Майданы. Зазывали те, которые видели выгоду в смене власти. Законные смене, незаконные это уже нюансы. В смене власти. И вот знаете, вот когда я комментирую например события в Крыму после Майдана, крымский референдум, да, или события на Донбассе, то конечно у этих людей было мотив выйти против Майдана. Но я более чем на 100% уверен, что им ничего не угрожало, имеется ввиду в плане физической расправы. То есть ограничение русского языка и было бы, переписывание истории, но никаких геноцидов и тому подобных вещей не было бы. Почему? Это потому что лидеры Майдана они просто стояли за то, чтобы прийти к власти и получить доступ к деньгам, к ресурсам. Тот же Порошенко, тот же Яценюк, тот же Кричко, они хотели просто денег. То есть если, например, я могу допустить, что тот же Порубили и Технебок, они реально верили в идеалы Майдана, потому что они националисты и как бы у них они все всю свою жизнь как бы идейные бандеровцы, не меняли рядов, как, например, бывшие комсомольцы, которые сейчас в вышиванках ходят, то в принципе я могу поверить, что Технебок, Поруби и может быть еще кто-то конечно не без личной выгоды, не без личной. Могли верить реально в революцию, хотеть скинуть московские путы, например, но если мы говорим про бывших комсомольцев таких как Тимошенко, Кличко, Порошенко, Турчинов, слушайте, да им все равно на какую власть работать. Если было бы сейчас союз, они бы из комсомольцев стали бы партийными деятелями и рассказывали Ленина, Маркса и Энгельса. Плевали бы на желто-синий флаг и говорили, что это все какая-то бандеровщина и национализм. А сейчас было выгодно говорить, что Украина с Европой, давайте поскочем в костюлях. Вот они это и говорили и ретранслировали. И зазывали людей, вы там идите на баррикады и если пуля в лоб, то пуля в лоб. Но не нам, конечно, мы-то там будем на сцене стоять или сидеть в офисе водку пить или кофе. А вы идите. Поэтому, знаете, действительно, выгодополучателями были те, кто стоял на сцене Майдана. А те, кто стояли под сценой, они либо погибли, либо поехали на заработки в Польшу, на клубнику в Финляндию, на стройку в Москву, на буровую в Нижневартовск и так дальше. Вот в чем, понимаете, негативная сторона. С чего я снова-таки начинал, я вот возвращаюсь к этому. Мы должны понимать, что был глобальный обман людей. Глобальный. То есть, никакой свободы, достоинства нет. Ее не намажешь на хлеб, понимаете. Ее не потрогаешь свободу и достоинства. Мы видим сейчас только почти везде негативные показатели в экономике, в социальной сфере, в демографической сфере. Поэтому, конечно, если мы посмотрим на тех, кто потом еще пришел к власти, всякие там когорты депутатов, активистов, которые потом, просочились различные госструктуры. Понятно, что они к этому шли, они видели в этом интерес, и я понимаю, почему они выходили на Майдан. Я понимаю, а вот людей, да, людей жаль, людей обманули. еще последний вопрос, еще один, еще один комментарий к вашему поэтическому уже творчеству, как я понимаю. Это День Майдана с шинами пропах, это горе безызвилин на мозгах, это Беркут с сединой на висках, День Майдана, День Майдана, День Майдана. Ну, вас там упрекнули некоторые товарищи за то, что вы использовали песню День Победы, как бы мотив, но суть не в этом. Один комментарий я позволю себе зачитать, Владимир Иванов пишет, «Почто деревья спилили суки лживые». Конец цитаты. Скажите, пожалуйста, Валентин, насколько точно отражает суть праздника День Достоинства и Свободы именно это короткое предложение? Спасибо. Ну, сразу поясню, я ни в коем случае не хотел обидеть чувства тех, кто празднует День Победы и, собственно, вот пойдет эту песню День Победы. Просто это такой некий кавер мой. И, кстати, я вам потом даже прошу, я еще там придумал новые куплеты. Вот. Здравствуй, байк. Ладно, это уже потом. Смотрите, касаемо этой цитаты просто убили деревья, ну, если я правильно понял смысл Астра этого комментария, то он имел в виду деревья на улице Институтской, где проходили бои. Нет, просто у нас Карпатах тоже пилят деревья и вывозят кругляк из Украины. Вот. Тут у нас надо уточнять насчет деревьев. Вот. То, да, почему их сразу спилили, потому что можно было по пулем, которые застряли в этих деревьях, узнать были с Майдана или с гостиницей Украины, которые Майдановцами контролировали, которые они захватили. Вот. То есть, получается, по словам таким многим расследованиям, о которых я уже сегодня вспоминал, получается, что Майдановцев убивали совсем не беркутовцы, совсем не милиция, совсем не власть регионалов, а убивали, скорее всего, свои же просто выстрелами в спину. Валентин, спасибо огромное за это интервью, спасибо за ваше откровенное мнение, спасибо за вашу позицию, спасибо, всего самого доброго, берегите себя и берегите свою страну, спасибо, до новых встреч. Спасибо и вам, друзья, что были с нами, всего самого доброго, будьте здоровы, до новых встреч. Субтитры подогнал «Симон»